В микрорайоне Карагайлы ведется строительство внутриквартальных дорог. Уже этой осенью жители массива смогут пользоваться тремя основными улицами. В семье автомобиль сбил велосипедиста. На данный момент ведется досудебное следствие. В музее имени семьи Невзоровых долгожданный ремонт. В рамках проводимых работ историческое здание обновило свой фасад и кровлю. В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 215 случаев коронавирусной инфекции, передает сайт koronavirus2020.kz. Рост составил 1,7%. В Нурслутане 42 инфицированных, в Карагандинской области 41, в Западно-Казахстанской 27, в городах Шымкент и Алматы по 22 случая. В Павлодарской области 16, в Жамбульской 11, в Восточно-Казахстанской и Атураусской областях по 9 инфицированных. В Алматинской области 5, в Костанайской, Мангистаусской и Туркистанской областях по 3 зараженных. Также в Молинской и Североказахстанской областях по 1 человеку. Всего в стране зарегистрировано 13 074 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. В Восточно-Казахстанской области зарегистрированы 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. Семеро из них – жители города Семея, остальные двое – из Усть-Каменогорска и Тарбогатайского района. Лабораторные анализы были отобраны у жителя Тарбогатайского района по эпидемиологическим показаниям, как контактного лица с ранее зарегистрированным случаем коронавирусной инфекции. У остальных – при самообращении с жалобами на общее состояние здоровья. В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационар, проводится эпидрасследование, а также медицинский осмотр, контактных лиц и заключительная дезинфекция очага. На текущий момент в области зарегистрировано 199 подтвержденных случаев. Выздоровевших пациентов – 66. Главный государственный санитарный врач на транспорте с адвокатом Байгабулов прокомментировал отдельное смягчение ограничительных мер на внутренних регулярных железнодорожных сообщениях в Казахстане, передает Казинформ. Ранее неоднократно отмечалось, что в случае отсутствия всплеска заболеваемости по коронавирусной инфекции, связанной с возобновлением пассажирских железнодорожных сообщений, будет поэтапно пересмотрены требования в сторону смягчения. На сегодня среди пассажиров случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. В связи с этим с 10 июня текущего года отменяется требование по недопуску провожающих граждан в здания железнодорожных вокзалов. При этом необходимо строго соблюдать санитарно-карантинные требования, такие как социальная дистанция, масочный режим, усиленная дезинфекция, ограничение движения пассажиров между вагонами и их скопления. Как и прежде, вход граждан в здания железнодорожных вокзалов будет разрешен только после бесконтактной термометрии. Также с 10 июня этого года возобновляется работа вагонов ресторанов и вагонов баров в пассажирских поездах способом доставки по предварительному заказу и при условии строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима и других ограничительных мер. В случае несоблюдения пассажирами на железнодорожном транспорте санитарно-карантинных мер они будут вновь ужесточены, сказал садвокат Байгабулов. По поручению Ельбасы фонд Бергемес провел третий этап единовременной выплаты. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Нур-Утан Балжан Байбек на странице Инстаграм. Более 110 тысяч нуждающихся семей в малых городах и селах и населенных пунктах, прилегающих к крупным городам, получили по 50 тысяч тенге. Таким образом, общественный фонд охватил прямой адресной помощью более 470 тысяч семей или более полутора миллионов казахстанцев, отметил зампредседателя партии Нур-Утан. В свою очередь, молодежная крыло Жас-Утан также заявила о том, что по всей стране было мобилизовано более 5 тысяч волонтеров, которые доставляли продуктовые корзины, маски и предметы первой необходимости. Всего благотворительной помощью было охвачено 256 тысяч семей. Кроме того, для 100 тысяч семей из числа уязвимых слоев населения выделено 5 миллионов бесплатных масок. Выражаю искреннюю благодарность всем членам партии, жасутановцам, а также региональным филиалам партии за оперативную и слаженную работу. Особое спасибо всем меценатам, которые поддержали обращение главы государства. В течение этой недели мы начнем вручение благодарственных писем от лидера нашей партии Нур-Утана Абишевича Назарбаева, отметил Баужан Байбек в своем письме. В Восточно-Казахстанской области начат выпуск специальных социальных ID-карт, с помощью которых можно расплачиваться за покупки в магазинах, супермаркетах, а также получать адресную социальную помощь. Первым этапом ID-карты выпущены для получателей адресной социальной помощи. В последующем планируется выпуск карт для получателей других видов пособий, то есть многодетным и малообеспеченным семьям, школьникам, льготникам и так далее. В эти дни льготные карты получают и жители семьи. В последние годы пристальное внимание государству уделяется решению проблемных вопросов многодетных матерей. В последнее время одним из актуальных вопросов стал вопрос взимания сказочных счетов получателей соцвыплат, долгов и комиссий за кредиты. Для решения этой проблемы Министерство труда и социальной защиты населения инициировало выпуск специальных карт, так называемых ID-карт. Для того, чтобы завтра люди могли получить эти деньги свои, детское пособие, чтобы оно не изымалось, так как с законом это предусмотрено, потому что эти деньги предназначены чисто для детей. Когда мы обратились к банку второго уровня и попросили их, чтобы они пошли навстречу, конечно, я понимаю, что люди брали деньги, брали долг, брали кредиты, но их платить надо. Но не таким путем, чтобы брать 100% у людей. Есть, согласно прожиточным минимумом человека, есть корзина, которая должна рассчитываться на каждого члена семьи, не в зависимости даже взрослый, маленький и так далее. Поэтому эту программу мы начали с прошлого года решать. С помощью ID-карт можно расплачиваться в магазинах, супермаркетах, развлекательных детских центрах, кафе, аптеках, заказывать и оплачивать товары в интернете. Но главное их преимущество в том, что с данных карт не удерживаются деньги в счет погашения имеющихся долгов по кредитам и налогам. Это ID-карта. Сейчас она удобна тем, что ты по этой карте имеешь право в любом регионе находиться, хоть даже если я житель города, семей Восточной Константской области, я могу находиться в Алмате, получать любые пособия, какие именно из социальных программ. Также могут и многодетные матери. Сейчас ID-карта открылась только для получателя адреса социальной помощи. Но также могут многодетные матери, которые не получатели АСП, но получают ГСП государственные социальные пособия из государственных программ. Также могут инвалиды получать, тоже потери кормилица, дополнительные пенсионеры. Также по ID-карте будут предоставляться скидки на отдельные товары и услуги. Для этого Акимат уже заключил меморандумы с рядом с субъектом предпринимательства. Далее их список будет пополняться. От имени Акимата города Семей были подписаны меморандумы с 22 предпринимателями. Благодаря этому многие родители, особенно многодетные семьи, могут совершать различные покупки. Также по этой карте можно ездить в городских автобусах. Предприниматели сами по своему согласию подписывают меморандумы, оказывают свою помощь людям с ограниченными возможностями в виде скидок 5%. В некоторых случаях до 10, 20 и даже до 50%. В будущем ID-карты могут использовать не только родители, но и дети. В школьных столовых для оплаты питания и в автобусах для проезда. На сегодняшний день для получателей АСП изготовлено более 2000 ID-карт. В эти дни семичане их уже получают. Одной из первых, кто приобрел ID-карту, стала Нурбегуль Даулбаева. Эта карта очень удобна для нас. Мы экономим время, сидя с ребенком. Одним из преимуществ карты является то, что с нее не удерживается ни один из займов в каком бы то ни было банке. Все наши пособия, адресная и социальная помощь перечисляются на эту карту и хранятся на ней. И для родителей очень удобно, потому что если мы с этой карты пойдем в супермаркет или аптеку, мы получим бонус. Это очень удобно в 21 веке, поэтому мы очень рады. По данным отдела занятости социальных программ ИРАКС, на первом этапе ID-карты выпущены для получателей адресной социальной помощи. В последующем планируется выпуск для получателей других видов пособий многодетных и малобеспечных семей, в том числе школьникам и льготникам. Номера 20-значных банковских счетов, присвоенные ID-картам для зачисления на них АСП, передаются автоматически в местные отделы занятости. В Восточном Казахстане в половину снизились объемы медицинской помощи для населения, передает Алтаньюз. Из-за введенных ограничительных мерц здесь чрезвычайным положением и рекомендациям врачей по самоизоляции граждан, с апреля наблюдается снижение на 50% отдельных видов медпомощи, сообщил директор областного филиала фонда медстрахования Галымжан Абилов. В мае ожидается уменьшение на 40% и в юне на 30%, то есть примерная оценка снижения по второму кварталу в среднем до 40%. По его словам, снижение коснулось плановой медицинской помощи, то есть стационарной и стационарозамещающей, включая высокотехнологичные и консультативно-диагностические услуги, а также медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение. По прогнозам, объемы потребления медуслуг восстановятся во втором полугодии за счет повышения тарифов на оплату услуг медицинским организациям для компенсации инфляции, сообщил председатель правления фонда обязательного социально-медицинского страхования Айбатыр Жумагулов. Было подчеркнуто, что имеются в виду тарифы, по которым фонд платит за оказанные медицинские услуги больницам и поликлиникам, и на населении эти изменения никак не отразятся. Продолжаем выпуск. Сейчас активно идет строительство дороги в микрорайоне Карагайлы. Строительство охватывает участок трассы Омск-Майкопчигай и внутриквартальные дороги. Ожидается, что уже этой весной жители нового жилого массива смогут передвигаться по трем основным улицам. Это трасса Омск-Майкопчигай. Проект строительства дороги охватывает не только трассу республиканского значения, но и улицу Джангильдина. В работе задействовано более 250 человек и около 60 единиц строительной дорожной техники. В этом году запланировано закончить полностью все полотно дороги. Его протяженность 2,7 километров. Ширина полотна 22,5 метра. Планируется, что данные работы будут завершены к ноябрю текущего года. По обоим сторонам предусмотрены велодорожки шириной 2 метра и зеленая часть обочины по 3 метра. Само полотно подразумевает под собой подстилка будет из геотекстиля, то есть гидроизоляция. Также параллельно идет строительство внутриквартальных дорог микрорайона Карагайла. В проекте предусмотрена и установка трех современных остановочных павильонов, а также освещение. Этот участок дороги – это внутриквартальные сети, проезд к жилому району Карагайлы. Здесь у нас отдельный проект. Здесь предусмотрены тротуары шириной 2 метра и с левой стороны 4,7 метра с расширением. Здесь будут предусмотрены светофоры, пешеходные светофоры. Кроме того, здесь будут дорожные ограждения, уложена брусчатка, смонтирована система дренажно-ливневой канализации. Здесь и будет арбат, о котором говорил Аким области. Эти работы полностью будут завершены в 2021 году. К сентябрю текущего года планируется завершить работу трех основных улиц и подъездов к жилым домам. Устройство земполотна идет, основание под брусчатку, установка бордюрного камня идет. В основном люди радуются, потому что в перспективе это будет очень такой красивый микрорайон, удобный. Тротуарными дорожками, зеленой зоной, технический тротуар, если заложен, парковки. К слову, ремонт или строительство дорог – это всегда неудобство в передвижении. Однако, помимо объездной дороги, строительная организация предусмотрела и дополнительные подъезды к микрорайону. К слову, представители компании заверяют, что ускорят процесс строительства. Вы видите, машины ездят, то есть мы оставили подъезд, ну и в ближайшее время хотим ускорить процесс и, то есть, уложить дорожное полотно, чтобы более комфортно было людям посещать и Абайрену, и жилой комплекс. Что касается дороги, которая будет соединять микрорайон Карагайлы и поселок Энергетик, то этот проект еще на стадии разработки. Бахатгуль Казес, Айдос Айткалиев, телеканал Семей. В минувшие выходные на автогружевом мосту сбили велосипедиста. Как стало известно, 25-летний мужчина хотел переехать дорогу в неположенном месте. В итоге его сбила водитель автомобиля марки «Мазда», двигавшийся по мосту в сторону со стороны левобережья. Удар был настолько сильным, что потерпевший тут же потерял сознание. Его доставили в областную клиническую больницу с телесными повреждениями в тяжелом состоянии. Дорожно-транспортное происшествие внесено в единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 345 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время в отношении водителя автомобиля «Мазда» ведется досудебное расследование по статье 345 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. На основании проведенной экспертизы стало ясно, что данный гражданин был в трезвом состоянии. В данный момент идут досудебные следственные мероприятия и выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. К другим темам. Озеро Алаколь пользуется большой популярностью у туристов. Отдыхающих привлекают не только уютные пляжи и теплая вода, но и целебные свойства водоема. С каждым годом количество отдыхающих на берегах озера растет. Однако в этом году в связи с распространением коронавируса требования к базам отдыха, которые начнут принимать туристов с 13 июня, изменились. О готовности туристических объектов к новому летнему сезону в материале наших коллег. В этом сезоне особое внимание на базах отдыха озера Алаколь уделяется обеспечению безопасности туристов в связи с распространением коронавирусной инфекции, под жестким контролем, соблюдением всех необходимых санитарных норм. Сейчас на месте работает специальная мониторинговая группа, которая ежедневно инспектирует как сами базы отдыха, так и кафе и рестораны. В ходе мониторинга уже проверено 175 мест отдыха. Из них только 59 готовы к приему отдыхающих. После открытия сезона будем готовы. Мы приобрели дезинфицирующие средства, маски, перчатки. И персонал подготовлен практически к началу работы. Все базы отдыха, рестораны и кафе в этом году должны соблюдать жесткие требования. Первое – это 50-процентная наполняемость. Кроме того, туристы должны в обязательном порядке соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Всем владельцам базы отдыха обеспечить полное исполнение норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Это обеспечение их санитайзерами, обязательная термометрия всех отдыхающих, которые сюда приезжают. Это проверка наличия справок, результатов на ПЦР-исследования, экспресс-исследования. Об этом предпочтены все туристические компании для того, чтобы при реализации путевок эти требования сразу выставлялись. Данные требования проверяются специально созданной мониторинговой группой. Мониторинговая группа работает каждый день и она будет работать весь сезон. Стоит отметить, что восточное побережье Алаколе начинает принимать туристов с 13 июня. Планируется, что все подготовительные работы будут завершены полностью уже в ближайшее время. Саулева Егалиева, Мирас Кумар Галиев, Ерлан Сарманов. В Восточной Казахстанской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Карасура-2020». Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, ежегодно с 1 июня по всей республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасура-Цель» – выявление фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также перекрытие каналов незаконной поставки дикорастущей конопли, произрастающей на территориях южных регионов республики. Проведение ОПМ обусловлено тем, что именно в этот период происходит созревание конопли, из которой изготавливают марихуану и гашиш. Еще одной целью проведения ОПМ является выявление фактов культивирования наркосодержащих растений и непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли в соответствии со статьей 420 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Для перекрытия каналов вывоза дикорастущей конопли с южных регионов и других психотропных наркотических веществ на территории ВКО создано более 20 оперативно-мобильных групп, отметил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талат Шайхметов. ОПМ «Харасура-2020» продлится до 30 октября текущего года. Несмотря на карантин и ограничительные меры, областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых продолжает работу в онлайн-режиме. В интернет-формате сотрудники проводят виртуальные экспозиции и видеоэкскурсии. За два месяца сайт музея набрал свыше 30 тысяч просмотров. На данный момент в музее проводится капитальный ремонт. Благодаря выделенным из областного бюджета средствам здесь обновили фасад и заменили кровлю. Подробности у нашей съемочной группы. Зданию, где расположен областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых, уже более 100 лет. На сегодняшний день исторический объект обновил свой внешний облик. Недавно, благодаря выделенным средствам из областного бюджета, был проведен ремонт фасада, который до этого представлял собой довольно жалкое зрелище, не соответствующее статусу архитектурного памятника прошлого столетия. Сейчас фасад радует глаз своим эстетическим видом. На сегодняшний день мы видим, что музей просто, так сказать, обретает уже свой такой парадный вид, поскольку это здание с очень интересной архитектурой. Ну, если говорить в целом о нашем городе, таких зданий у нас немного. Поэтому юбилея Абая мы будем, конечно, встречать, безусловно, вот уже такими обновленными. Особой радостью для сотрудников музея стала возможность провести ремонт крыши. Ведь устаревшая кровля доставляла массу хлопот сотрудникам музея и представляла угрозу для сохранности предметов изобразительного искусства. Теперь на здании установлен современный кровельный материал, позволяющий не беспокоиться за картины, хранящиеся в музее. Всего на ремонт фасада и крыши было выделено свыше 70 миллионов тенге. Все материалы натуральные, и теперь наша кровля, конечно, будет нас защищать, потому что у нас была очень большая проблема с протеками кровли, что, конечно, совершенно неправильно для хранения произведений искусства. Это и сырость, и это просто прямая угроза сохранности произведениям искусства. Отметим, что все работы проводила специализированная строительная фирма, имеющая лицензию на ремонт памятников архитектуры. Руководство музея довольно качеством проводимого ремонта и дает высокую оценку профессионализму строителей. Вместе с тем о полном окончании всех работ говорить пока еще рано. Сейчас перед учреждением культуры стоит не менее важная задача по замене системы вентиляции. На протяжении трех лет мы жили без вентиляции и кондиционирования воздуха, потому что та старая, которая у нас была, исправно много-много лет работала, она просто уже вышла из строя системы. И поэтому на сегодняшний день по программе «Дорожная карта занятости» нам выделили средства, и мы сейчас уже ждем начала работ по замене этой системы. Несмотря на карантин и ограничительные меры, коллектив музея продолжал свою работу и представил любителям изобразительного искусства виртуальные экспозиции и видеоэкскурсии. За два месяца сайт музея набрал более 30 тысяч просмотров. Одна из последних выставок посвящена Дню Победы. Все желающие могли в онлайн-формате ознакомиться с картинами художников-фронтовиков. Как только музей откроет свои двери после отмены карантина, посетители смогут увидеть их вживую. Конечно, мы делаем выставки. Мы даже в пределах вот этого коронавируса, этой эпидемии и карантина, мы сделали выставку, посвященную юбилею со Дня Победы. Очень интересно, она у нас сейчас висит, она новая. Они ее увидят, придут. У нас отличная выставка графики из фондов музея. Великолепная выставка. Люди придут, тоже ее увидят. Сейчас учреждение культуры активно готовится к 175-летию Абая. В рамках юбилейных мероприятий планируется провести выставку «Мир и путь Абая» из фондов музея. Это будет экспозиция произведений изобразительного искусства, так или иначе связанных с образом и творчеством Абая. Также в Семее будет проходить республиканский пленэр, посвященный великому поэту-мыслителю. Сама Цикенов, Аслан Ертиспаев, телеканал «Семей». Наши новости вы также сможете увидеть на сайте семей.тв.кз. Такими были новости к этому часу. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнали Симон.